13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. У меня в гостях сегодня Лев Шварцблат, директор Института Бизнеса. Лев Давидович, добрый день. Добрый день. Вначале я напомню наши координаты. Во-первых, нас можно слушать и смотреть на сайте eho.kirova.ru. Есть ссылка на онлайн-трансляцию. Можно писать в Твиттер мне, либо на вызван43. Хочу сказать, что сегодня вы все привыкли слушать Светлану Занькову в этой студии, но так как Света в отпуске, придется вам слушать нас с Львом Давидовичем. Итак, я хочу начать, Лев Давидович, с санкций. Я понимаю, что их уже не обсуждал Тольф и Ленивый, но вчера появилась новая информация, а именно. Один из крупнейших ритейлеров страны X5 Retail Group сообщил, что ее поставщик креветок уведомил компанию о повышении отпускных цен на 20-36% с 11 августа. Та же история случилась с их поставщиком овощей и фруктов. Вот скажите, пожалуйста, ожидали ли вы такого поворота событий после сообщения о санкциях, которые вводит Россия? Ну, вообще, конечно, когда были введены ответные санкции, это было достаточно неожиданно. То есть, ну, было какое-то ощущение, что вот что-то как бы ведут, но что именно такие, ну, вот, честно сказать, даже никакой мысли не было. Хотя, в общем, потом, анализируя ситуацию, ну, приходишь к выводу, что, наверное, это был, может быть, единственный возможный шаг, который Россия могла сделать в этой ситуации, если она, конечно, вообще, как страна готова была на какие-то ответные санкции. То есть мы выбрали такое, можно сказать, самое уязвимое место, значит, в Европе, и, значит, вот именно по нему, так сказать, нанесли такой вот ответный удар. Как будет развиваться ситуация, сказать очень сложно. И даже вот, значит, там, первый момент, когда, значит, появилось это сообщение, потом буквально на следующий день стали появляться, что вот там настолько-то процентов то подорожало, то, потом это тут же опровергали, и, в общем, какая-то такая, пока ситуация не очень понятная, я думаю, что до конца никто не знает, как она будет развиваться, и даже вполне возможно, что вот это сообщение о повышении цен на креветок там на следующий день опровергнут, и, в общем... Ну, пока не опровергли. Ну, с другой стороны, скажем, значит, если повысится цена только на креветки, то, я думаю, что мы переживем. Тем более, что повышение... Ну, там все морепродукты, насколько я понимаю. Ну, это все-таки не самый такой, как бы, критичный продукт, которым мы все пользуемся. Вот, я думаю, что какие-то скачки сейчас будут неизбежны. То есть, пока вот ситуация, как бы, не устаканилась, да, не уравновесилась, кто-то будет повышать. Ну, то есть, какие-то будут совершенно непредсказуемые действия производить. С другой стороны, вот если мы с вами посмотрим на эту ситуацию с точки зрения, там, сельхозпроизводителя, конечно, у любого предпринимателя всегда есть желание заработать больше. И когда есть возможность повысить цену, он всегда ее повышает. Поэтому, значит, и, ну, как бы, можно административно эту ситуацию регулировать, но это, как бы, значит, непросто, это тоже достаточно дорого и, значит, не всегда приводит к ожидаемым результатам. Конечно, самый эффективный способ – это конкуренция. Но вот рынок продовольствия – это такой рынок, когда, значит, ну, невозможно там завтра, значит, вырастить то количество, например, картошки, которое необходимо, да, то есть оно какое-то время пройдет. То есть, скорее всего, конечно, какое-то повышение цен будет, но вопрос, значит, когда, так сказать, цены отыграют назад. Мне кажется, что сейчас это такой самый важный вопрос. То есть, насколько наши сельхозпроизводители используют эту ситуацию для увеличения объемов, которые они производят. Ну, согласитесь, что вообще в сельском хозяйстве достаточно трудно увеличить объемы продукции, потому что если посадили картошки там ровно столько-то, ее ровно столько-то и вырастет. В два раза больше ей неоткуда будет влиять. Совершенно верно, да. То есть, это процесс очень непростой и, значит, он предполагает, ну, какие-то длинные инвестиционные решения. То есть, это нужны земельные участки, это нужны технологии, это нужны семена, нужны оборудования. То есть, это, конечно, ну, быстро не произойдет, но это может создать такой, знаете, тренд, который, ну, в долговременной перспективе у нас, значит, увеличит количество продовольствия, которое, значит, на нашем рынке существует. А правильно ли я вас поняла, что вы считаете, что наши сельхозпроизводители, как нормальные предприниматели, сейчас воспользуются ситуацией и повысят цену? Ну, вообще, ну, так сказать, значит, если мы посмотрим, да, что такое предпринимательство, это, значит, та деятельность, которую вы ведете на слой страх и риск с целью получения прибыли. Прибыль – это разница между доходами и расходами, да, то есть, значит, доходы формируются от вашей цены. То есть, чем выше ваша цена, тем выше вы зарабатываете за единицу продукции. Поэтому, если, ну, значит, вот, какие-то предприниматели, я думаю, что обязательно будут повышать цены. Может быть, не все и не сразу, но, я думаю, что такое желание у них точно есть. – Так, ну, то есть, все-таки скачок цен еще будет? – Да, скачок цен, скорее всего, будет, но тут ведь тоже, значит, и мы, как потребители, значит, на эту ситуацию влияем, да, то есть, если какие-то, значит, товары, какие-то товары цены растут, мы можем на другие там переключиться и так далее. Плюс, если цена, значит, увеличивается, то тут тоже мы ведь ограничили импорт не вообще отовсюду, а из конкретных стран. Есть другие страны, которые производят, которые уже с удовольствием предложили нам эту продукцию заместить. То есть, если у нас внутри страны, значит, вдруг там на какой-то вид товара существенно увеличивается цена, соответственно, ну, то есть, рентабельность вот здесь вырастает, и тогда тут же найдутся предприниматели, причем те, например, которые занимались поставками этой продукции из стран Европы, которые имеют опыт, логистику, там, может быть, значит, соответствующих специалистов, они, я думаю, что найдут эти продукты вообще в мире, привезут их, и это будет сглаживать цены. То есть, это вот процесс такой, пока он, значит, ну, значит, устаканится, да, это, ну, какое-то время займет, может быть, до полугода, до года. А вообще, кстати, вот в обществе реакция на салции очень полярна. То есть, кто-то говорит, что, да что мы с вами без устриц не проживем, на своей продукции все нормально будет. А другая часть общества возмущается, но даже не тем, что их лишили устриц, сыра, пармезана и так далее, а тем, что их лишили возможности купить, что они хотят на заработанные деньги. Вот вы в этой дискуссии на чьей стороне? Ну, я однозначно на стороне тех, кто, значит, считает, что мы действительно проживем. А во-вторых, ну, по большому счету, ведь никого ничего не лишали, да, то есть, вот те люди, которые там, ну, покупали дорогие сыры, это те люди, которые, как правило, имеют возможность съездить по миру, и они, значит, спокойно могут съездить в Италию. Нет, ну, извините, вот я люблю итальянский пармезан, у меня маленький ребенок, у меня нет возможности мотаться в Италию каждые три месяца. Ну, можно организовать производство пармезана где-нибудь в России и, значит, совместить приятное с полезным. Ну, Давидович, вы были в Европе? Да. Вы согласны с тем, что так как европейцы делают сыры, россияне, вот сейчас явно не могут делать? Ну, не совсем согласен, и думаю, что у нас культура сыроделания, она, значит, улучшается. Конечно, мы мгновенно не сделаем, но, да, вот это, как бы, значит, такая реальность, в которой мы с вами живем, к сожалению. Она от нас не очень сильно зависит, вот, и я не думаю, что там мы с вами создавали санкции, провоцировали эту ситуацию. Она так сложилась, и мы все, ну, становимся, в какой-то смысле, заложниками ситуации, которая есть. Ну, вот раз мы с вами про продукты заговорили, вот скажите мне, есть ли у вас любимый запрещенный продукт? Ну, значит, вот из там всех продуктов, которые запретили, значит, ну, вот мне будет не хватать масла Валио и йогуртов Валио, потому что, например, там шоколадный и кофейный йогурт делали только они, и, значит, я таких продуктов больше нигде не встречал. Вот, ну, я думаю, что год мы переживем, а там дальше будет видно. Так, а вот скажите мне, запасы делаете? Ну, масла сколько-то купили, но не очень много. Я признаюсь честно, я вчера съездила в метро и купила три банки маскарпона. Ну, вот, да, масла Валио, мы тут заходили, уже, в общем, в Кирове практически пропало, его купили, все запасы. Это советское прошлое, в россиянах не отпускает нас. Оно мгновенно подсказывает нам, что нужно сделать. Ну, вот, хочу процитировать Ксению Собчак, она высказалась о санкциях. Вот, пишет Ксения, я уже молчу о малом бизнесе, о поддержке которого так много говорится. Сколько людей много лет строили свой бизнес на поставках сыра или мяса, и как они должны сейчас себя чувствовать? И кто, собственно, мешал российскому производителю все эти годы делать хорошую продукцию? Вот, как вы считаете, Лев Давидович, велика ли та доля бизнеса, которая именно пострадала от санкций, которая делала на ввозе продуктов деньги? Ну, так, вот, количественно сложно оценить. Я просто читал комментарии, которые есть, и, значит, вот, фирмы, которые занимались, у них там разные точки зрения. Кто-то, значит, тут написал, что, ну, ничего страшного, мы там уйдем на год в отпуск, а через год посмотрим. Кто-то уже сейчас переключается на других поставщиков. То есть, в общем, ведь вот та ситуация, которая сложилась, она, в общем, на рынке происходит постоянно. И, значит, постоянно создаются фирмы, постоянно разоряются по самым разным причинам. Когда-то это касается регулирования. Вот, давайте возьмем нестационарную торговлю, да? То же самое ведь про них можно сказать, что вот, там, 10 лет назад они прекрасно жили, они продавали все, что хотели, потом им запретили алкоголь, пиво, сигареты и так далее. Но, вот, значит, вот те люди, которые занимались этим бизнесом, они ровно в точно такой же ситуации, да? Вот их, как бы, регулирование бизнеса привело к тому, что то, чем они занимались, стало заниматься невозможным. Причем большинство людей в нашей стране поддерживают. Потому что, действительно, значит, вот, мы не говорим, что там во всех ларьках продавали пиво несовершеннолетним, но там, наверное, нарушения закона все-таки были чаще. Борьбу с курениями тоже поддерживают. Тоже считают, что вот эти шаги, они правильные. Вот государство так регулирует, и, ну, это, как бы, задача, которую должно решать государство. Поэтому я не думаю, что у нас, прямо, значит, там, массово разорятся, значит, там, тысячи предпринимателей, и, значит, выйдут на голодные, значит, бунты, что теперь они не могут, там, хамон возить из Испании, они разорились, и жизнь закончена. Я думаю, что большинство предпринимателей, ну, рано или поздно найдут себя и, значит, найдут чем заниматься. Ну, то есть, Вы считаете, что это, в принципе, естественный процесс, и если бы не санкции, то могло бы случиться что-то другое? Совершенно верно. Тем более, что мы таких примеров с Вами много уже видели, и это, как бы, не первый, не последний. И, в общем, когда человек занимается бизнесом, он всегда готов к тому, что могут случиться обстоятельства, которые вынудят его, вот, как-то менять кардинально то, чем он занимается. Вот я хочу процитировать еще гендиректора компании Джулия Новоротс Александра Варанкина. В газете «Бизнес-новости» вот он пишет, по поводу импортозамещения могу сказать точно, мы пока не в состоянии произвести продукт того же качества и по тем же ценам, как это делают европейцы. У них очень большая доля импорта в компании. Вот согласны ли Вы с такой точкой зрения? Ну, наверное, ему, как предпринимателю, значит, он обосновывает свою точку зрения. А с другой стороны, вот другая, кирово-чапецкая компания «Мебель инсайт» делает прекрасную мебель. Значит, по качеству она не уступает точно европейским, да, и, значит, производится в России, и по цене, ну, или сопоставимо, или дешевле. Я не думаю, что у нас, значит, какие-то есть, да, там, позиции, по которым мы уступаем Европе, по которым-то мы выигрываем, но, в общем, это, опять же, как бы такое всемирное разделение. И потом, ведь, вот, если мы говорим о промышленном оборудовании, да, там, о коже, еще о чем-то, то ведь здесь никаких санкций не введено. А то, что касается продуктов питания, ну, значит, то, что наши продукты, которые, там, с меньшим сроком годности, то есть, да, есть, там, сыр пармезан и так далее, но мы, значит, его, сколько он занимает, там, в рационе питания процентов, да, ну, там, 5-10, все остальное мы ориентируемся на наши местные продукты, которые свежие, качественные, экологически чистые. И это же мы научились делать и можем делать. Цена нас устраивает, и мы с удовольствием покупаем. Поэтому, значит, то, что касается промышленного производства, здесь никаких санкций нет. Если есть какое-то, например, немецкое оборудование, которого нет аналогов в России, никто не запрещает его купить и ввести. Это просто такая глобальная акция в поддержку проекта «Покупай вятский». Ну, практически, да. Ну, вот еще, если говорить про санкции, банки уже предупредили о том, что кредиты для бизнеса и для населения подорожают. Вот вчера читала, на «Коммерсанте» ставки могут подняться на 0,5-2% пункта, так прогнозируют эксперты. Вот как это отразится на малом-среднем бизнесе? Это, конечно, очень плохая новость, потому что и так вот ситуация в целом в экономике не очень, ну, веселая, прямо скажем. И много очень факторов сложилось. Это то, что покупательная способность в населении падает и очень высокая закредитованность. То есть те доходы, которые люди получают, они большую часть отдают за кредиты, соответственно, у них остается меньше денег на покупки. То, чем бизнес живет. Потом вот эти вот постоянно какие-то прогнозы и слухи об увеличении налогов, увеличении кредитов, конечно, это все предприниматели не радуют. И в целом, ну, достаточно негативно отражается на таком вот ощущении предпринимателей, на том, значит, инвестиционных решениях, которые они принимают. Я считаю, что, конечно, это совершенно неправильно. И, значит, вот Центральный банк у нас поднимал ставку рефинансирования, значит, борясь с инфляцией. Ну, вот тут тоже надо выбирать из двух зол. Вот я бы считал, что в нынешней ситуации как раз сохранение низкой процентной ставки и низкой ставки по кредитам – это важнее, чем, ну, вот какое-то небольшое увеличение инфляции. А у вас нет ощущения, что вот бизнес буквально давит со всех сторон, закручивают и закручивают гайки? Ну, я думаю, что прямо специально, значит, кто-то давит. То есть у нас как направление как раз развития, но вот ситуация так в целом складывается, что да, вот какие-то такие шаги, они для бизнеса не очень благоприятны, к сожалению. А вот с населением, мы же тоже активно очень пользуемся кредитами? Ну, нет, конечно, любое увеличение там ставки по кредитам, оно негативно влияет на всех. Потому что чем дороже кредит, тем меньше вы возьмете, тем больше вам отдавать, тем меньше остается то, что у вас есть, то, что вы можете, как бы, купить товаров и услуг. Соответственно, значит, экономическая активность уменьшается, это все крайне негативно всегда влияет на экономическую ситуацию. Но пока ведь это прогноз, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Хотя, конечно, даже вот те ставки по кредитам, которые сейчас существуют, они, ну, существенно выше вообще мировых европейских. Вот, и, конечно, когда вот ввели финансовые санкции, запретили долгосрочное финансирование, значит, российских банков на международной арене, вот, закрыли доступ к финансовым ресурсам, это, значит, приводит к тому, что те ресурсы, которые есть у банков, которые складываются из наших вкладов и сближений, они дороже, чем то, что есть на мировом рынке, и это приводит к подорожанию кредитов. Ну, ситуация сложная, и тут надо вот какие-то все время искать пути решения, ну, очень, как раз таки, неоднозначные и непростые. А ведь вы же много общаетесь с предпринимателями, особенно с молодыми предпринимателями. Вот, скажите, приходят к вам ребята, там, жалуются на что-то или делятся там своими проблемами? Ну, вы знаете, вот, когда они начинают бизнес, они, ну, понимают, что, например, кредиты им недоступны, они на кредитные ресурсы не ориентируются. А если они там, ну, что, скажем, там, потребительские кредиты и так далее, то они настолько дороже, значит, кредитов для бизнеса, что, когда они там вырастают и начинают кредитоваться там, они, как бы, для них это все существенно дешевле становится. То есть, вот, на стадии, когда они начинают, у них там немножко другие проблемы, и вот там какого-то давления. Ну, заемные деньги там нет расчета. Да, то есть, там, высокой ставки. То есть, они жалуются на то, что вообще не могут получить кредит, в принципе. Эта проблема существует, и она действительно для стартапов финансирования нет. Никакого. Значит, только, ну, как бы, потребительские кредиты, которые очень дорогие, они там могут быть жаловатся на то, что не могут там подходящее место найти, или очень дорогая аренда под торговлю и так далее, но, значит, вот, ну, как бы, у них немножко другие проблемы. Вот, очень дорогие кредиты – это проблемы, когда бизнес развивается, когда мы должны модернизацию проводить, новое оборудование, повышать эффективность, производительность труда. И это, конечно, тоже очень важный момент, потому что, если предприятие не развивается, то у него, как бы, шансов нет. А вот помните, когда у нас страховые взносы увеличились в два раза, началось массовое закрытие ИП. Да. Вот скажите, сейчас вы не ждете такой же волны? Ну, вот по, значит, информации, которая есть за первый квартал 2014 года, у нас, значит, прирост к 2013 году примерно там плюс 600 предпринимателей. А в процентах это? Ну, это, конечно, это мы сначала рухнули куда-то в пропасть, потом из нее-то чуть-чуть приподнялись. Вот, но, по крайней мере, знаете, есть в математике такой термин, там первая производная, вторая производная, да, то есть вторая производная – это значит, что у нас тенденция наметилась, да. Здесь у нас наметилась тенденция на улучшение, то есть в процентах это там какие-то доли небольшие, но вот лучше бы у нас все-таки тенденция на рост, чем вот продолжение спада. Поэтому пока такой небольшой рост есть, посмотрим, как будет дальше, вот. И, ну вот, судя по количеству обращений, вот участников программы и так далее, пока такой, знаете, как катастрофической ситуации я не наблюдаю, вот. И, значит, там те люди, которые решили заняться бизнесом, их, в общем, пока вот такие вот внешние причины не останавливают. То есть к вам в институт бизнеса все так же приходят ребята, как и раньше, говорят, вот мы бы хотели, помогите нам. Да, совершенно верно. И вот и молодые предприниматели, которые там, ну, кто-то год, два, пять лет, вот мы с ними там буквально вчера общались, ну, пока они там, так сказать, какого-то серьезного ухудшения не наблюдают. То есть, да, там конкуренция возрастает, там какие-то другие факторы, но, в общем, они к этому готовы. И, значит, ну, собственно, ведь все находятся в такой ситуации. Я не думаю, что там бизнес, который в Европе, у них там прямо такой, значит, ра и счастье, что вот приехал туда, и, значит, сразу тебе, как бы, там, денежная река поднялась. Это, в общем, такая... Это как анекдоти, не путайте туризм с темидацией. Да, да, да. Хорошо, ладно. Еще хотела поговорить про приезд Александра Бричалова. На следующей неделе в Киров приезжает секретарь общественной палаты России. При этом он же является, как это должность у него называется? Сопредседатель Народного фронта. Ну, это, да, Народный фронт. Я про опору России, председатель опоры России. Да, 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 совершенно верно. Вот что вы ждете от его приезда? Ну, вот, следи тем, которые, значит, будут обсуждаться, это одна из тем, это как раз предложение по увеличению налогов. Да. Вот, и это очень важная тема. Хорошо, что такое обсуждение состоится, потому что, конечно, даже вот в ситуации, когда, там, ну, надо увеличивать доходы бюджета, то можно найти разные варианты. Можно найти разные варианты. Их, ну, можно было бы обсудить. То есть, значит, есть, значит, там, поменьше... Я совершенно не согласен с введением налога с продаж. Это очень плохо. У нас уже такой опыт был. Значит, это, ну, те доходы, которые получит бюджет, они, как бы, вот рисками и, значит, там, утяжелением ситуации, для понимания, не окупаются. То есть, мне кажется, надо все-таки другие обсуждать способы увеличения доходов. Ну, например, там, увеличение налога на доходы физических лиц из тех, кто там, ну, то есть, не сделать не 13%, а какую-то, кстати, там, повышающую проценту... Прогрессивную шкалу. Да, там, кто, там, 50 тысяч, 100 и так далее. Таких, в общем, немало людей, и из них вполне можно увеличить, значит, налоги. Значит, можно обсуждать увеличение акцизов на бензин. Значит, почему? Потому что, ну, это достаточно просто администрировать. Да, ты покупаешь, заправляешься, покупаешь, там, ну, конечно, значит, он увеличивается, это неприятно, но, в общем, вот, в ситуации, когда нужно увеличить доходы, ну, по крайней мере, это такая менее болезненная тема. То есть, значит, нефтяники собрали и подчислили бюджет. Увеличение акцизов на, там, алкоголь и табак. Ну, то есть, есть способы, их надо обсуждать. А увеличение НДС, введение налогов с продаж, это очень плохо будет влиять в целом именно на предпринимательский климат, на условия ведения бизнеса. Это очень плохо. А как Вы считаете, возможно ли решить этот вопрос на уровне правительства России с помощью той же опоры либо общественной палаты, либо, прости господи, народного фронта? Ну, по крайней мере, надо попытаться. Я не знаю, можно ли решить, но точно надо попытаться. Потому что, если не попытаться, тогда, ну, результата не будет. А так, по крайней мере, вот, я думаю, что и эта поиска не случайна. Потому что и политики прекрасно понимают, что это такие очень непопулярные шаги. И, значит, вот, вы помните, вот эта проблема, когда подняли страховые взносы в пенсионный фонд, там ведь в чем была, ну, главная ошибка? Даже не в том, что подняли страховые взносы, а в том, что это сделали, а, в декабре, б, совершенно неожиданно, и вы не проводили никакой разъяснительной работы. То есть, в принципе, это когда, значит, вот всю картину рассказываешь предпринимателям, а, значит, выяснилось-то, что, значит, да, увеличили взносы в пенсионный фонд. Но при этом, значит, предприниматели платят несколько налогов, например, там есть другие налоги, которые они выплачивают. И эти налоги уменьшаются на сумму того, что вы заплатили в пенсионный фонд. Если раньше там только часть этих взносов можно было, то сейчас можно было на всю сумму. И если почитать совокупную нагрузку, да, то она, ну, фактически там, может быть, даже и не выросла. Но это же надо было людям рассказать. А когда их, значит, там, под Новый год ошарашили такой новостью, да, там, никто ни в чем не разбирался, там, значит, сколько тысяч человек закрылось, потом все стали проводить воздействительную кампанию, уже поздно. Поэтому вот сейчас я думаю, что, может быть, и поездка с этим связана, что, рассказать почему, что, как, услышать обратное мнение, чтобы не тогда общественные организации предпринимателей могли, значит, объяснить, ну, что происходит и, как бы, на что нужно, значит, рассчитывать. Неужели, Лев Давидович, вы не считаете, что поездка связана с выборами губернатора? Ну, мне кажется, что у нас выборы губернатора – это наиболее прогнозируемое событие, в котором не ожидается никаких неожиданностей. Тут, в общем, даже и волноваться не надо. Ну, хорошо, я предлагаю на этом прерваться. Я напомню, что это особое мнение Льва Шварцблата, директора Института Бизнеса. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Мы прервемся, и реклама долго не будет. Особое мнение на 101FM. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, у меня в гостях сегодня Лев Шварцблат, директор Института Бизнеса. Лев Давидович, предлагаю во второй части программы поговорить про Вятский экономический лагерь. Насколько я знаю, он сейчас в самом разгаре. На протяжении всей смены участники лагеря там строят игровое государство, пытаются в нем выжить и заработать, и открыть свой бизнес даже. Вот скажите мне, какую задачу вы сами себе ставите, проводя ВЭЛ? Вы знаете, ВЭЛ – это такая уже очень хорошая традиция, которая уже, представляете, уже 17 лет. Не представляю. Уже 17 лет мы проводим Вятский экономический лагерь. Он зародился в августе 1996 года. Там были перерывы. Но вот уже очень много лет, и это такая традиция, которая уже в целом, можно сказать, в регионе существует. И проект, про который очень много знают. Когда мы его начинали, у нас была такая задача. Но мы понимали, что когда начали работать с предпринимателями, мы увидели, что у них очень много проблем. И понимали, что часть этих проблем, она, собственно говоря, была заложена в школьном возрасте. И чем ждать, пока он вырастет, придет к нам, и давайте мы разбираться с тем, что школа, так сказать, не додала. Мы решили, почему бы не попробовать работать со школьниками, чтобы им уже проще было в взрослой жизни ориентироваться, понимать, что помимо царственной службы и так далее, есть еще такая возможность, как стать предпринимателем. Тем более, ну, писатель, 96-97 год, тогда вообще какое-то очень туманное представление у всех было на эту тему. И мы разработали проект такого профильного лагеря. У нас первый раз было 30 человек. Мы постепенно обдумывали методики, ездили не только по стране, но и в другие страны, изучали, как там проводят, и постепенно формировали ту концепцию, которую, собственно говоря, проводим. И, значит, вот, конечно, главное, чтобы мы хотели, чтобы у нас дети, чему научились, это тому, что вот есть такая возможность, как стать предпринимателем, чтобы они понимали, как становится, зачем становится, какие там опасности есть, и как вообще, вот, значит, правильно этим заниматься. Постепенно, так сказать, там задачи расширились, и, в общем, сейчас, значит, для участников, количество участников разное. У нас вот в прошлом году было самое большое за все годы 400 человек из 12 регионов. Ого! Да, это было очень большое финансирование, и Федеральное агентство по делам молодежи поддерживало в этом году, к сожалению, значит, очень сложный бюджет, и у нас 180 участников, но, тем не менее, к нам приехало 9 регионов. То есть, значит, и вот первые годы, когда мы работали, у нас, значит, был единственный лагерь, который охватывал практически все районы Кировской области. То есть, у нас были дети от Вятских Полян до Лузы, и, в общем, это, как бы, такая была особенность нашего лагеря. Вот, а дальше мы стали, значит, по мере того, как известность лагеря росла, стали приглашать из других регионов, и у нас, в общем, сейчас в последнее время там не меньше 5 регионов, а вот последние два года уже больше 9-10-12 регионов приезжают в самый дальний Калининград. И, по сути, лагерь стал выполнять такую очень важную роль профориентации. Мы прекрасно понимаем, что, в общем, у нас нет, как в жизни не все станут предпринимателем, точно так же, как и в лагере, из 180 человек не все станут предпринимателем. Ну, потому что он должен покупать, в общем, все остальные функции. Вот, и мы там, значит, у нас сформируется только старственный аппарат, у нас сформируются партии, у нас себя в самых разных ролях проявить. И, значит, вот одно из самых таких для меня положительных отзывов о лагере было вот несколько, ну, вот, значит, один из них, у нас там, значит, есть банк, мы открываем банк, там реальная банковская программа. И тоже, кстати говоря, вы знаете, это было не случайно сделано, значит, почему мы отказались от наличных денег. Хотя, конечно, это, так сказать, веселее, всегда интереснее. У нас, ну, вот, там, банковские карты, безналичные расчеты, они как-то не очень хорошо приживаются. Да, у нас как-то вот любят, значит, с наличными деньгами всегда обходиться. В том числе мы заметили, что и у предпринимателей существует такое отношение к банку, что это, значит, не организация, которая им помогает, а какая-то бюрократическая организация, и вот как-то они этого побаивались. И мы, значит, вот реальную банковскую программу, мы всем детям открываем счет. Вот безналичные операции, чтобы они, в общем, понимали, что тут ничего страшного нет, и там в банке там милые люди работают, они тебе помогут, все. Значит, есть там гигантское количество людей, которые думают, ну, вот устроюсь на работу в банк, и счастье. И, значит, вот мы проводим конкурс, отбираем операционистов в банк, значит, у нас, значит, взбежать наш партнер банк Хлынов, значит, все, там девочка мечтала всегда работать, и вот взяли ее на работу в банк. Все, жизнь удалась. А дальше ее посадили за компьютер, значит, а это лето, солнце, значит, там душно, жарко, там какая-то жизнь за окном. А она сидит за компьютером, к ней приходят люди, приносят бумажки, и она целый день водит, 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 и потом говорит, вообще-то я подумала, что я не буду работать. И, наверное, это хорошо, потому что, если бы она вот так выросла, закончила школу, поступила на экономический факультет, прошла конкурс, пришла в банк, и вот тут бы поняла, что это было бы гораздо хуже, тем она сейчас вот какие-то другие варианты для себя начинает искать. И, значит, кто-то из ребят там становится депутатом, кто-то чиновником, кто-то предпринимателем, у кого-то бизнес получается, у кого-то нет. Но они это все вот в игре, значит, и те навыки, которые даже если у них не получилось, ну, значит, когда предприниматель открывает бизнес, складывает там сбережения и становится банкротом, конечно, это нехорошо. Да, он действует на свой страх и риск, но, в общем, это бы не очень хорошо. Когда он в игре, ну, какие-то игровые, значит, вот велики проиграл, ну, в общем, это как бы печально, но не трагично, да. Зато он получил прекрасный опыт. А есть ли у вас ребята, которые из Вэла уезжают со своим бизнесом и, возвращаясь в свой район, делают это там с настоящими деньгами? Да, у нас такие примеры были. Вот там как раз у нас есть такой очень наш сподвижник из Воронежа, Артем. Он, в общем, когда, по-моему, уже пятый или шестой или седьмой раз в этом году приехал, он же сейчас учится в институте, уже сейчас вожатым переезжает, а когда он первый, значит, вот раз приехал, он потом уехал, он там вместе с братом, они бизнес какой-то создали по продаже чего-то, вот сейчас не очень точно помню. Вообще вот по, значит, районам дети возвращаются, ну, там, кто-то сувенирами торгует, кто-то там, ну, то есть, бывают такие ситуации, бывают. Лев Давидович, вот смотрите, вы всячески агитируете молодежь к созданию своего дела, но при этом там совершенно очевидно, да, что сейчас государство далеко не способствует ведению бизнеса, а наоборот, там всячески закручивает гайки. Вот как вы объясняете своим подопечным, зачем в таких условиях становиться бизнесменом? Ну, я, Юля, с вами, позвольте, не соглашусь. Не согласитесь. Потому что, значит, государство, оно такое многоликое, значит, и оно, с одной стороны, очень много делает для развития бизнеса. Но с другой стороны, вон у нас налоги. Ну, нет, там вообще, налоги есть везде. То есть мы как раз... Повышаются налоги. Ну, еще не повысили, собираются повысить, да. И потом у нас пока и налоговая, как бы, нагрузка гораздо ниже, чем в целом в Европе. Вот, поэтому, значит, и даже в этих условиях, у нас в стране очень много успешных предпринимателей. То есть успешность в бизнесе, значит, зависит, конечно, от внешних факторов, но гораздо большее зависит от внутренних факторов, от самого человека. И мы как раз это и объясняем, что можно сколько угодно ссылаться на внешние причины. Но есть гигантское количество людей, которым это не помешало. Поэтому, как бы, ключевое для, там, любого человека это то, что, значит, правильно или неправильно делает он. Поэтому ситуация на рынке и в мире будет меняться. Налоги будут увеличиваться и уменьшаться. Это не очень сильно влияет на количество успешных предпринимателей. При этом, значит, у нас, там, прекрасная работа Департамент развития предпринимателей. У них масса программ, которые помогают, поддерживают и развивают. Поэтому, ну, это, вот, так сказать, там, две стороны у Луны. Не бывает одной стороны. Всегда их две. Поэтому мы учим, как правильно использовать все возможности, которые есть, и как максимально снизить негативные факторы, которые существуют. А вот про Вэл еще хотел вас спросить. Кажется, год назад читала информацию о том, что этот проект хотят тиражировать в других регионах страны. Вот как идет эта работа и идет ли она? Да, значит, нас очень часто спрашивают по этому поводу. Вот, я знаю, что в некоторых регионах, значит, что-то подобное пытались создавать. Вот, потом, значит, ну, вот, когда к нам приезжает большая делегация, там приезжают участники, они смотрят и, значит, какие-то элементы пытаются проводить. Значит, вот, подобного не создали. Мы сейчас, значит, у нас было несколько приглашений, когда нас как команду приглашали провести в других регионах. Мы сейчас вот такие варианты рассматриваем, может быть, вот, проведем. И, значит, вот, ведем уже достаточно давно переговоры с лагерем смена в Анапе для того, чтобы всероссийскую смену провести. Может быть, в этом году проведем, может быть, будем в следующем году делать. Но вообще, да, этот опыт поддерживает. И нам бы очень хотелось, чтобы таких лагерей было больше. Потому что они приносят пользу детям. А, то есть, другим регионам это как-то сложно тиражировать, вот, если нигде этого до сих пор не сделали? Ну, это, вы знаете, нужно вот и энтузиастов, и команду, и людей. Тут ведь, вот, главная сложность какая? Лагерь, он идет месяц, да. Для того, чтобы, даже не месяц, 18, там, или 21 день. Для того, чтобы 21 день провести смену, нужен очень большой коллектив. Ведь у нас даже вожатых мы готовим сами. У нас есть специальный проект «Школа вожатых». Потому что у нас вожатые играют очень большую роль. Они не просто следят за дисциплиной и порядком, поскольку там много чего происходит. Вожатые должны разбираться в сути игры, в том числе даже и экономические советы давать, потому что, ну, по-другому не получается. И, значит, вот у вас там 21 день, и при этом, значит, вот в этот короткий промежуток времени у вас должны каким-то образом освободиться там 70-50 человек, которые будут задействованы. И вы как-то должны в течение года их всех подготовить. То есть это, ну, вот такая концентрация, значит, усилий в маленьких промежутках времени, когда, как правило, все уходят в отпуск. И плюс очень большие затраты в течение всего года на, там, руководителя проекта, на менеджера, на продвижение, на «Школу вожатых» и на все остальное. И когда вот все с этим разбираются, как-то вот, ну, не очень много находится энтузиастов. А вот к вам сейчас, вы сами сказали, приехали ребята из других регионов, вот много их, количество, сколько ребят? Значит, 9 регионов по количеству, это, по-моему, порядка 30 человек. Ну, в принципе, немало. Немало, да. Немало, то есть, ну, там где-то около 20%. А вот, может быть, нам в Кировской области сделать ВЭЛ всероссийским лагерем? То есть, если мы не идем тиражировать проект, то, может, пусть к нам едут? Да, вот идея замечательная, значит, ее останавливает, к сожалению, отсутствие у нас достойной материальной базы. Расшифруйте. Ну, вот, значит, мы там бываем в других регионах, и там уровень материальной базы лагерей, ну, там, не знаю, на два порядка лучше, чем у нас. И, ну, нам не всегда бывает даже, так сказать, очень удобно, когда вот мы это все показываем, но там, значит, дети, они на второй день забыли, и вообще про это не вспоминаются. И это, как бы, всегда спасает. Но, я думаю, что у нас просто федеральный центр на нашей базе, к сожалению, не поддержит проведение такого проекта. Поэтому, значит, вот проведение там в Анапе или где-то, это да, а у нас, ну, либо нам нужно очень большое средство вложить, я бы даже сказал, не в модернизацию, лучше в строительство нового лагеря, это обойдется дешевле. Тогда об этом можно будет говорить. Я поняла. Ну, дай Бог, что в Анапе этот проект состоится, и все там получится. У нас на этом, к сожалению, время заканчивается. Я напомню, что это было особое мнение Ильва Шварцблата, директора Института бизнеса и покорителя умов молодых предпринимателей. Меня зовут Юлия Афанасьева, я желаю вам всего доброго и до свидания. До свидания.